Вы знаете, мы будем об этом говорить много, будем останавливаться, я буду приводить вам много примеров. Есть одно «но», которое связано с тем, что мы получаем, читая Священное Писание, «откровение», «откровение Духа Святого», «откровение, исходящее свыше». Понимаете? Есть источники, есть источники верхние, источники нижние. Если помните книгу «Чисел», когда дочь Халева пришла к нему и просила, Халев научил ее просить Землю, где есть источники верхние, источники нижние. Так вот, если вы задумаете, что значит верхние и нижние источники, это как раз именно то, с чем мы соприкасаемся сегодня, каждый день. Читая Священное Писание, это как раз записанное слово «логос». Это нижние как бы источники, которые мы имеем, которые вот перед нами лежат, по которым мы взираем. Это все образное понимание, образное выражение, это все понимание Священное Писание как откровение. Нижние источники, то, что мы имеем с вами. Откровение Духа Святого, которое мы получаем с небес, это верхние источники. У нас будет особая тема на этой неделе. Я думаю, может быть, завтра, может, послезавтра мы посмотрим, как Дух Святой будет вести нас в этом учении. И когда я буду остановлюсь, особо остановлюсь на написанных, запечатленных графа словах, на слове «логос» и на слове «рема», поскольку вы, как студенты, должны прекрасно разбираться в важности слова «рема», которое мы получаем, читая Священное Писание. Потому что все записанное в Священное Писание – это да, это логос. И это графы. Это мудрость, отображенная в слове «графа», записанном, начертанном. Но есть еще особое слово. Это слово «рема», о котором мы будем говорить позже, не сейчас. Но, говоря о слове, которое было в присутствии Бога, которое было у Бога, необходимо ответить, что тот же Иоанн, апостол Иоанн, написав Евангелие от Иоанна, книгу Откровений, он также написал три послания. Первое, второе, третье. Послание Иоанна. И вот первым посланием Иоанна как раз и говорится. Я прочитаю непосредственно из первого послания Иоанна. Первая глава, первый стих, первое послание Иоанна. Да. Хотел бы отметить, что я читаю из самой последней версии перевода, которая называется «Вечное Евангелие». «Вечное Евангелие». Почему? Потому что этот перевод делался на протяжении последних 17 лет с оригинала греческого языка. Делался не только мною. Он делался прежде всего через меня Духом Святым. Дух Святой указывал, показывал, делал, осуществлял все это. Он давал мне долготерпение, выдержку, смирение, приводил людей. Одному человеку многие вещи невозможно совершить. То видение, которое дает Бог, он дает и прилагает тех делателей, тех соработников, которые помогут осуществить то великое, что прославит Господа. И последние 12 лет я работаю вместе с группой верующих, ученых из Национальной Академии Наук Украины. Они возглавляют и не работают в Украинском языково-информационном фонде Национальной Академии Наук Украины. Этот языково-информационный фонд является, я бы сказал бы, топ-организацией фонда, который работает над изданием украинских словарей. Это единственный фонд, который на сегодняшний день в мире, в мире даже, используя математические формулы, этот фонд возглавляет директор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины Шуроков Владимир Анатольевич. Он является профессором и доктором физико-математических наук. Кроме того, что он лингвист, понимаете, он знает ценность каждого слова, каждой буквы. Они разработают такую уникальнейшую систему, благодаря которой сейчас многие страны мира, они ездят по всей Европе, в Югославию, то есть по всей Европе ездят и не просят, помогите нам. И Россия переходит на эту систему, которая была, собственно говоря, открытой, изобретенной на Украине. Они работают на ней уже больше 20 лет, благодаря которой мы можем знать значение и глубину каждого слова, значение и изменение этого слова в случае изменения падежей, склонений, рода, мужского, женского или среднего, или времени, залогов, страдательные, будущее время, настоящее или прошедшее, или условное. Понимаете, первое лицо, второе или третье. То есть разработана специальная парадигма для каждого слова, независимо от того, какое это слово, существительное, это глагол или причастие, или это наречие. То есть они сделали такую уникальную систему, благодаря которой люди могут очень грамотно составлять не только документы, а излагать те мысли, которые излагают литераторы, художники, благодаря чему люди учатся годами на филологических факультетах преподавателей. И вот специалисты этого языково-информационного фонда, Лариса Леонидовна Шевченко, Щербакова Наталья Владимировна, другие работники, уже особенная с Ларисой Леонидовной Шевченко, она защищает докторскую диссертацию по, называется тема ее, переводы Нового Завета на украинский язык. Украинский язык, переводы. В основу там положено несколько переводов. Переводы Гиенко, Хоменко, Кулеша, Ночудловицкого, Пулия. Они троем делали этот перевод. Принимал участие в этом переводе также и Тарас Григорьевич Шевченко. Он переводил книгу Псалму. Он принимал участие в переводе. То есть перевод Кулеша, который был сделан в свое время, он на украинском языке, я бы сказал бы, очень-то очень. Но язык на сегодняшний день самый сложный к пониманию. Он довольно-таки стал архаичен. Многие слова, даже филологи не знают, где они отыскали такие слова. Понимаете? Непросто. В то время, да, для них это было употребительное какое-то слово. В настоящее время просто-напросто теряется в догадках, откуда происхождение этого слова имело место. И вообще заниматься переводом – это непросто. Это должно быть не только посвящение этому, это работе, этому служению. Это должно быть, прежде всего, призвание. Призвание свыше. Ничто, ничто, ничего не может человек, если не будет дано ему с неба. Как и написано. Как и написано в Евангелии Теана. Ничто не может принимать на себя человек, в псинодальном переводе написано, если не будет дано ему с неба. И работая над этим переводом, уже около 12 лет, мы уделили большое очень внимание, что правильному отображению частей речи в оригинале текста, чтобы это было не просто правильное отображение, чтобы это было созвучие, чтобы это был высокий библейский слог. Библия – это особая книга. Ее нельзя низводить до уровня просторечия, простого языка. Газетного, базарного или уличного языка. Нет. Дух Святой, когда писал, через людей, которые отображали все эти послания, Евангелия, Он писал язык, который был специальным Богом, дан для написания, священно-описания Нового Завета. Это был особый язык, язык Духа Святого, для отображения именно на греческом языке Нового Завета. В те времена, когда писался Новый Завет, греческий язык был один из не просто популярных, он был международным языком. На этом языке разговаривали многие страны мира, он был общеупотребительным языком. Приведу пример. Что если при бывшем в Советском Союзе в течение 70 лет на Украине большинство людей стало употреблять русский язык, и этот русский язык в течение 70 лет существования советской власти, коммунистической власти, наслаждался во всех странах бывшего Советского Союза, наслаждался тогда, в Узбекистане, в Армении, в Тбилиси, то есть я имею в виду в Грузии, в Казахстане, в Белоруссии, в Украине. Все жулицы назывались на русском языке. Газеты, журналы, информация, телевидение, все было на русском. Почему? Сталась определенная цель. Какая цель? Не существует народа, если не существует его языка. Нет языка, этого народа, этого народа, или народности, то нет его, все, он исчез. Это была задача номер один, чтобы народ заговорил на другом языке, на русском. Тогда не будет существовать украинцы. Советский народ, помните, цель какая оставилась. Но все, что не происходило, Бог это позволил потом обратить во славу свою. Точно так же, когда Римская империя насаждала свой язык, греческий язык, не разорая на то, что Александр Македонский. Это не был его родной язык, но он принял греческую культуру. Этот греческий язык был распространялся до предела в Римской империи. И греческий язык существовал до рождения Иисуса Христа на протяжении 300 лет. Но это дата приблизительная. Я не могу сказать, что это было ровно 300 лет. Это около 300 лет. Понимаете? Доминирующим международным языком, как сегодня становится английский язык, интернет, все общение, переводчики приезжают. Кто бы ни приехал на Украину, с Китая ли, с Малайзии ли, с любой стороны мира, он может говорить на английском языке, переводчик с английского есть, и вы все прекрасно понимаете. То есть английский язык становится международным языком сегодня, по крайней мере. Точно так же и тогда, в те времена до рождения Иисуса Христа, 300 лет — это приличное время для того, чтобы многие могли забыть свой родной еврейский, иудейский, иврит, язык. Безусловно. И после рождения Иисуса Христа греческим языком еще пользовались на протяжении почти 500 лет. В общей сложности 300 и 500, сколько это будет? 800 лет. Как вы думаете, 800 лет и 70 лет есть разница? Конечно. Если мы за 70 лет заговорили на русском, то 800 лет, тем более, люди забывали свой родной язык и говорили на греческом. Вот почему археологические раскопки времен Иисуса Христа показывают, что около 80% надгробий при захоронении иудеев, и евреев были написаны на греческом языке. Интересно. Казалось бы, да, времена Иисуса Христа все говорили на еврейском. А если мы будем читать интересно в снимании Новый Завет, то там есть такие места, где написано, что Павел заговорил к ним на еврейском, и они сразу затихли. О чем это говорит? О том, что, допустим, все говорят на русском, на русском, на русском, и вот он раз к украинцам на украинском языке все раз и притихли. Так он, оказывается, и на нашем говорить может. Понимаете? Они воспринимали его сначала вот так, а он заговорил с ними на родном их языке. И когда даже Павел заговорил с римлянами на греческом, он говорит, ты и греческий знаешь, да? А он говорит, да я-то, собственно говоря, и родился в этом гражданстве в греческом, а я его купил. Понятно, что какие были бы большие преимущества у Павла, который и учился на греческом языке, и знал прекрасно свой родной язык, еврейский язык, и был очень образованным, подготовленным. Ну, о Павле мы потом поговорим особо, поскольку это уникальнейшая личность, которая не была никогда извергом, как она написана в сигнальном переводе. Почему я буду много раз обращаться в ваше внимание к сигнодальному переводу? Потому что это единственный православный перевод, вы знаете, что сигнодальный перевод это православный перевод, которым пользуются все протестанты. Католики не пользуются сигнодальным переводом, у них есть свой перевод, католический. Да. Протестанты на сегодняшний день еще пока не имеют общего потребительного перевода, который бы отвечал в большей точности, чем сигнодальный перевод священного писания. Но времена меняются. Бог все знает. Бог все позволил чему-то произойти с определенной целью. Точно так же, как Бог позволил, чтобы греческий язык распространялся на протяжении 800 лет, то это было с целью для того, чтобы Новый Завет, написанный на греческом языке, могли читать все народы. Тот же апостол Андрей, который пришед в Киев, на Украину, он передал священное писание на греческом языке. Говорил и общался. И был записан он. И был составлен алфавит, благодаря которому потом было написано священное писание, благодаря которому приняли христианство на Руси, благодаря которому учение Иисуса Христа вошло в Киевскую Русь. И точно так же в последние времена, в котором мы с вами живем, благодаря русскому языку, мы имеем уникальнейшую возможность на Украине. Вы знаете, что Украина по священному писанию, по откровениям, по пророчествам многих пророков является той страной, с которой начнется пробуждение. Мы это должны знать. И мы к этому готовимся. И мы к этому должны очень серьезно относиться и серьезно готовиться. Именно с Украины пойдет пробуждение во все народы. Отсюда начнется последнее пробуждение последних дней. Очень самая великая, которая будет превосходить по своим масштабам все предыдущие пробуждения, которые когда-либо в истории человечества. И Украина, как говорится, является Bible Belt, библейским поясом для Европы. В молитве апостола Павла посланник Ефесянам говорится, когда мы облекаемся во все оружие, во все оружие, мы припоясываем чесло истинную Его. Я припоясаю истинную Твоей и чесло Своей. То есть истина Его это прежде всего заключенное в Священное Писание в Словом Божьем. Вот почему. Вот почему. Первостепенное внимание мы должны в своей жизни уделять пониманию и знанию Священного Писания. Вас никогда никто не обманет в своей жизни. Вы будете всегда стоять на пути истине и ходить в истине и ходить в святости, если вы будете знать Священное Писание и будете не просто его знать, а будете знать его хорошо. Если вы хотите знать Господа Иисуса Христа, иметь с Ним личное общение, то прежде всего вам нужно очень хорошо понимать, что Слово Божье это есть самая личность Иисуса Христа и это Слово Божье есть как раз то Писание отображенное, которое мы читаем. Это равнозначно. Если ты говоришь я люблю Иисуса, не любишь читать Библию, то как ты можешь любить Иисуса и не любить Его Слово? Это идентично. Написанное Слово, отображенное, Священное Писание, Слово Его Божье это есть сам Иисус. Вот почему нам важно понимать, что Он, Бог, допустил, что в последние времена тот русский язык, который Он созвала во все народы, Он будет тем языком, благодаря которому мы сможем благовествовать, распространять радостную благую весть во всех народах в Казахстане, Узбекистане, в Армении, в Азербайджане, в Белоруссии, в России, везде. Такой свободы Слово, которое сейчас мы имеем на Украине, даже в России не имеет. Вы знаете, что у них там принят закон о том, что ты не имеешь свободно евангелизировать на улицах. Если ты будешь это делать, твою церковь закроют тут же. Но этот закон применяется очень эффективно. Мало того, иногда неугодные церкви просто-напросто приходят, тут же закрывают, можете обращаться в суд. Будете с ними годами судиться и ничего не докажете. Потому что была в Казахстане сверху. Все. В никаких инстанциях вы не докажете. Будете не месяцами, а годами. Я вообще в прошлом по образованию адвокат заканчивал Киевский государственный университет и юридический факультет в 1976 году. Я знаю, я работал в этой системе. Я знаю, что такое. Я десятки уголовных дел переслушал в судах, если не сотни. Так что я знаю, что такое звонок сверху, когда тебя заставляют. Он сам не говорит. Мы ему говорим, дайте нам письменные указания, тогда мы исполним. Применяются всякие методы устрашения, а письменные указания давать не хотят. потому что тогда ответственность на него ложится за то, что он дал это указание закрыть дело или что-то сделать или какое-то решение постановить. Ну, там действует это телефонное право в России сейчас, как действовала тогда и при советской власти. Звонят и закрывают многие церкви. Поэтому они очень строго блюдут, чтобы не нарушать этот закон, не евангелизировать людей на улице. А за всякую рекламу там евангельские церкви еще могут колонной ответственности привлечь. Так что Украина находится в особом положении сейчас, когда мы имеем такую возможность не только евангелизировать людей, а проводить митинги, евангелизации, праздники песни, праздники там, марша Иисуса и прочее. И это все с одной целью, чтобы слово в последнее время достигло как можно больше людей. Вот почему нам дано такая возможность знать два языка и знать два языка в совершенстве. Я же думаю, когда вы слушаете новости по телевидению на украинском языке, вы же не сталкиваетесь с проблемой понимания, что говорит по телевизору. Знаете, что вам нужен особый переводчик, чтобы понять, что диктор говорит в новостях на украинском языке. Нет проблемы. Мы свободно, дружевильно, разумеемо, обидва мовы. Обидвы мовы. Оба языка. Знаете, почему? Потому что эта благодать, которая у нас есть на Украине, дана только для последнего времени. и мы должны воспользоваться той возможностью уникальнейшей, которая нам дано свыше. Что? Да. Дело все в том, что именно в это время, когда еще продолжают иногда возникать вопросы, связанные с тем, что русский язык тоже должен быть государственным языком, Многие мужи божьи, в Верховном Совете понимают прекрасно, принятие такого закона лишает возможности Украине развиваться самостоятельно, как именно независимое государство. Это очень чего-то большими последствиями, принятие такого закона. То есть история может повториться, как она повторяется сейчас в России. Все может обернуться вспять. Поэтому принятие закона о двуязычности это недопустимо. Да, мы можем свободно владеть двумя языками. Говорить, писать, проповедовать. Все, что хотите. Но опасность, как раз в этом и заключается, что Украина как государство тогда исчезнет. Языкового принципа И поэтому в 2000 году еще когда уже была третья редакция Евангелия Царства, переведенная на русский язык, Господь тогда проговорил, что нужно, чтобы было и на украинском языке такой перевод. И вот начиная с 2000 года по сей день мы усиленно работали, усиленно работали, чтобы именно был перевод и на украинский язык Нового Завета. В точности отображая оригинал Священного Писания. Почему? Потому что многие, читая на украинском языке, не имея словарей, не имея переводчиков, просто-напросто читая, устают, закрывают книгу и начинают читать на русском языке Библию. Потому что читая на украинском языке, многие слова непонятные. Особенно читая на юге страны, в Крыму, на востоке страны, в Луганске, в Донецке и прочее. Там люди, когда читают на украинском языке, они просто не понимают смысл написанного. Не понимают смысл написанного из-за того, что они все владеют досконало совершенствия украинским языком. А словарей, как таковых, есть, если и имеется у людей, это 1-2%. А кому охота каждый раз обращаться к словарю, искать, переводить и смотреть значение каждого слова. Они, когда читают, встречают некоторые слова, что такое кукель, что такое другое слово, они понятия не имеют. Кукель — это плевелы. Не знают. Им сложно. Но многие из них хотели бы говорить на украинском языке, выучить украинский язык, читать на украинском языке. Это очень красивый язык. Мало того, что он красивый, он в мире вообще занимает второе место после итальянского по благозвучности, чистоте, красоте. Действительно, язык очень богатый. Богатый гораздо богаче, чем русский язык. Почему? Потому что греческий язык, когда писался Новый Завет, было в употреблении тогда в то время около 500 тысяч слов на греческом для написания Нового Завета. Словарный запас составлял около 500 тысяч слов. В настоящее время в русском языке около 200 тысяч слов. Представляете, возникает какая сложность перевести то слово, которого у тебя нет в русском языке. Ты знаешь, что это слово отображает, но у тебя его нет. Ну как перевести? Приблизительно другими словами, да, можно переводить. Но в этом-то и сложность заключается, когда нужно подобрать такие адекватные подобные значения на русском или на украинском языке, которые бы отвечали как можно точнее то, что написано в оригинале. Потому что в оригинале греческого языка каждый предлог, он определился в определенное время, в определенных связках. Там греческий предлог иен там в одном случае, есть в другом случае, это тоже в, но это внутри, понимаете. В общем, есть определенные нюансы в греческом языке, колоссальнейшие нюансы, когда там апо, это значит сверху, это как на крышке, то есть на коробке, понимаете. И поэтому благодаря тому богатству, которое имеет украинский язык, а в нем не 200 тысяч слов. Знаете, сколько в украинском языке? На 50 тысяч слов больше. А это очень существенно, потому что в нашем ежедневном употреблении мы используемся в зависимости от вашего образования, пользуемся примерно 10-15 тысяч слов. Человек не образованный, неграмотный, он пользуется около 5 тысяч слов. Всего 5 тысяч слов примерно. 5, 7, 10, до 10. Человек очень образованный, университетское образование имеющий, высшее образование имеющий, профессора, доктора, медики и прочее, они употребляют в своем обиходе до 25 тысяч слов примерно. 20-25. Вообще-то существует база языка в украинском. 250 тысяч слов. А это называется богатство языковое. Да, в два раза меньше, чем в греческом языке. Но это гораздо больше, чем в русском языке. Если в русском языке только один соединительный союз «и», то в украинском языке их аж три. Это же класс. Украинском языке украинском языке 50 тысяч. Тысяч слов. В русском языке только один соединительный союз «и». В украинском языке «и», «и», краткое «и», «та». И в разных случаях ты можешь употребить только «та» и не имеешь права употреблять. В другом случае только краткое «и», потому что есть грамматика украинского, есть правоописание, принятое в государстве. Есть институты, которые работают над этим правоописанием, над грамматикой. Поэтому мы, благодаря тому, что работаем над словом, имеем уникальнейшую возможность преподать, дать, даровать народу Украины такой перевод, который бы отвечал прежде всего оригиналу греческого текста. в точности, в абсолютной точности. И он бы отвечал также и русскому тексту, чтобы это было как бы два близнеца. Знаете, близнецы, что они очень похожи. Иногда со стороны люди не могут отличить. Ну, папа, мама отличают. Прекрасно. Где там Вова, где там Саша, если они хоть и близнецы. Кстати, Иаков и Исаф, да, они не были близнецами, вы же знаете. Они были двойняшками. Мы должны об этом помнить. Потому что двойняшки, это не близнецы. Это рожденные в одно и то же время, в одно и то же день, понимаете, но разные. Помните, тут был волосатый, тут был... относительно языка украинского. Именно благодаря богатству украинского языка, когда вы будете читать параллельный язык, то есть параллельный перевод, я могу показать примерно, это 120%, это не 100%. Вот как выглядит он будет примерно. То есть параллельные места по серединке, столбик, понимаете, с левой стороны на украинском, с правой стороны на русском. Стих за стихом. Когда вы можете читать либо на русском, либо на украинском. Но есть интересный момент. Если, допустим, вы пару дней, два-три дня, два-три дня достаточно, будете читать только украинский язык, не заглядывая в русский, как оно звучит, что там такое, только украинский. Два дня почитаете только украинский вот этот столбик, левую половинку. Потом, перейдя на русский, вы сразу обнаружите интересную вещь. Уа! Понимаете, это все равно, что есть такое хорошее слово. Русский язык блекнет перед украинским. Отличная характеристика. Просто блекнет. В полном смысле этого слова. Я сейчас не превозношу украинский язык над русским. Для меня оба языка одинаковые. Мой отец украинец, мать моя русская. Понимаете? Я не украинец, не русский, я божий. Понимаете, у меня нет гражданства уже теперь. Мы все имеем небесное гражданство. По паспорту понятно. Мы дети Авраама, поверь. Понимаете? Дело не в том, на каком языке мы говорим. Дело на том, на каком языке во-первых, мыслим. А если мы мыслим, у нас есть уже разумение Христова, то это совершенно и по-иному выглядит. И то, что мы читаем, и то, как мы разумеем, как мы понимаем. Так что я прошу прощения, когда приходится иногда по ходу там иногда вставлять. богатый украинский язык, богатый, очень богатый. И благодаря украинскому языку только через него, только через украинский язык вы увидите, вы будете получать интересные откровения. Интереснейшие откровения. Я бы мог привести вам пример, если бы сейчас быстренько кто-то из вас мог вспомнить место Писания, где говорится, что к Иисусу, сейчас я не помню, потому что у него есть в нескольких Евангелиях, о том, что к Иисусу пришли мать и братья его. И хотели договориться с ним, стояли вне. Один говорит, что мол, он Иисус, пришли к твоей мать и хотят, говорят с ним, Иисус сказал, кто мы? Вот найдите это местописание, я вам приведу сейчас буквально пример. Это есть у Матвея, у Марка есть. парад. вне... с... ... с... с... и... с... и... с... у меня просто руки были заняты нему сразу открыть это место и так давайте обратимся после перерыва к этому месту писания для того чтобы мы могли продолжить уже без перерыва не отвлекаясь